день воскресный день чудесный одной из ключевых задач этого выпуска ставлю перед собой правильно начать донести до вас информацию которую я сегодня вам хочу показать разобрать и которую мы с вами обсудим в комментариях и начну именно с них совсем недавно мы снимали дом который ребята построили на участке 50 соток в 400 километрах от москвы 30 квадратов дом а фрейм простыми словами шалаш разные были комментарии но ключевой маленький 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 еще ранее мы снимали выпуск где люди показывали рассказывали как от государства через торги можно получать земли через аукцион дешевле ведь дорого купить вы всегда успеете а тут можно попробовать забрать дешевле и там на участке стоял к примеру дом 60 квадратов который изначально был построен для того чтобы земельный участок можно было выкупить да и в дальнейшем продать его вместе земельным участком на этом заработать тоже писали маленький дом здесь же нужно еще забор ставить и так далее так далее это все уходит по деньгам выше 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 при этом просматривая youtube вот сейчас не рекламная интеграция канал 808 я думаю вы все про него слышали натыкались смотрели крупный канал год назад у них вышел интересный выпуск где они показывают дом в деревне за девятьсот девяносто тысяч рублей делать акцент что это готовый дом читая комментарии есть люди которые восхищаются восторгаются говорят классно здорово но есть и комментарии как мне кажется по существу и серии в какой это момент бытовка строительная или еще проще контейнер в котором грузы перевозят стал считаться домом ведь там идет речь о домах 20-30 квадратов это ни в коем случае там не камень в чей-либо огород просто я разбираю ситуацию маленькие бытовочки в нашей такой большой стране считаются домом и люди хотят их покупать загородное жилье что же получается мы показываем выпуски из москвы где снимали например и студии 20-25 квадратов для жизни сегодня в целом тенденцию застройщиков что они отдают предпочтение студиям однокомнатным квартирам потому что них повышенный спрос вот он вам шок контент из реальной жизни мы залетаем на одну из досок объявлений я прям делаю фильтр жилье студия однокомнатная квартира свободная планировка до 20 квадратов и вы посмотрите какое их обилие по москве до 20 квадратов открываешь и цены местами просто шокируют 15 миллионов рублей за квартиру 16 квадратных метров на ней должна на этой площади уместиться кухня туалет ванна спальня какая да ну общее пространство и такие цены вы посмотрите все что дешево это в подвале где-то будет в убитом состоянии вообще непонятно в каком как вам этот в москве квартиру купил недавно выходил выпуск 43,7 квадрата и это 27 с половиной миллионов потому что сам по себе дом имеет статус премиум класса к чему я ты живешь в москве у тебя 25-30 квадратов либо в любом другом крупном городе уезжаешь за город и там у тебя дом 30 квадратов что это такое именно поэтому сегодня как раз хочу разобрать темы показать вам несколько объектов которые строятся под людей у них есть заказчики они их оплачивают это чужие дома они не продаются люди строят под себя но как мне кажется это как раз то самое настоящее жилье о котором ну я не знаю может быть остается лишь только мечтать или стремиться работать трудиться тут как раз вы напишите ваше мнение в комментарии поможет мне в этом олег прораб олег с которым мы год назад записывали выпуск разные были отзывы про олега кто-то его поддержал мол молодец парень а кто-то сказал рыжий прораб дурит зарабатывает на всех в любом случае олег открытый парень сегодня мы с ним пообщаемся я задам ему ряд вопросов вы увидите как изменилась жизнь олега за последний год с точки зрения развития его бизнеса ну и собственно посмотрите что нынче он строит какие дома выбирают люди почему он отказался от строительства маленьких домов вот из серии 30 квадратов 50 60 в общем все то что до 100 а то и даже говорит 150 метров это будет полезная и интересная информация из реальной жизни все те кто привык говорить а реклама весь выпуск рекламы ребята те цифры которые озвучивать сегодня будет олег это просто отсев 90 процентов аудитории кто вообще может себе подобное построить у кого есть на это деньги чем занимаются люди я задал мой вопрос ответа вас тоже шокирует поэтому выпуск будет горяч в комментариях в том числе приятного просмотра мы начинаем прямо сейчас и перемещаемся на первую точку обо всем по порядку прямо сейчас олег здорово на первый объект мы с тобой залетаем слушай вот расскажи пожалуйста где мы сейчас находимся так мы находимся город балашиха снт металлург 2 это получается снт охраняемая территория серьезно то есть дима заезжал все охрана стоит просто так не проедешь 1 снт только смущает до слова но тут больше похоже на коттеджный поселок удаленность анкада получается у нас тут около трех километров это так получается то есть у нас коттеджный поселок и рядом черта города плюсы минусы тут есть у каждого то есть здесь большой дом 300 квадратов можно сказать квартира на земле каждый выпуск он по-своему уникален и сегодня у нас золотая середина вы живете в своем доме но в развитой инфраструктуре рядом с вами полноценный лес при этом три минуты и вы уже будете на автомобиле пересекать мкат ближайшая станция метро можно съездить на работу но вернетесь и будете ночевать в своем доме рядом школа детские сады и прочее 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 а вот сколько это все стоит я вам расскажу чуть позже после коротенько интересно ведь народ голосует рублем вот расскажи мне площадь этого земельного участка 10 соток куплено в каком году и по какой цене куплено в том году за 12 миллионов я думаю ночью сейчас миллиона 18 стоит из коммуникации что есть центральный газ раз ранняя канализация электричество водоснабжения все есть но это плюс это прям такой жирный хороший плюс для московской области это плюс из плюсов что есть сейчас мы на другой объект поедем мы покажем где мы это все будем заводить сами то есть там нифига нет лес домик два этажа соколи какой-то есть это нет сколько площадь 300 квадратов вот сколько так называемая коробка под ключ с утеплением построена чтобы уже стояли двери окна чистовую отделку вы будете делать да да вот до того этапа когда человек уже заносит мебель ставят кухню санузлы уже все сделаны чтобы было понимание вот из того что лично выбрал человека индивидуальное строение сколько обойдется мы тут расскажу здесь теплый контур черно без отделки вообще здесь 19 миллионов рублей дом чисто 9 19 700 даже такая 20 . 20 до 20 миллионов рублей это под ключ за все ваши работы все услуги все материалы то есть все включено и того ребята фиксируем следующую цифру 10 соток 32 миллиона рублей будь добра дать говорить сразу дальше ландшафт какой-то возможно захочет дополнительное строение планирует он что-то конечно забор монолитный будет с кирпичной брусчатка это все отдельно уже чистая цену говорю за да надо все мы когда сюда пришли этот участок был заросший деревянки строения были начали копать фундамент здесь мы на как нашли мусорку это была советская свалка строительных материал то есть весь поселок стоит на ну не знаю не как весь но именно здесь мы копались и реально выход выкапывали кровати покрышек чтоб 50 советских таких от москвичей еще понимаешь таких они до сих пор нам где-то валяется ну это все решаемо мы эту всю землю вывезли мы весь мусор вывезли все суда завезли все конечно это на финансово любого каприз то есть у нас тут замещение грунта полностью свалка выехала земля заехала все олег пошли делай экскурсию как вообще подразумевается этот дом планировку то есть мы сейчас заходим с тобой через главный вход здесь мы будем раздеваться разуваться не мы а они люди а это уже какой-то зал на рда большой это у нас кухня гостиная со вторым светом еще мы здесь будем пристраивать еще одно строение там чисто будут люди кушать обедать завтрак и ужин это все будет кухня гостиная ты понимаешь что сколько тут света да сколько окон вообще вот я в окно становлюсь почти двухметровый дядя и вот и тут таких окон 6 штук слушай но вот эти в 20 миллионов это остекление все заложено с точки зрения материала вот зачастую допустим я не профессионал я смотрю ну камень не камень блоки и блоки какая-то какие-то различия есть вот например это дом можно было бы построить дешевле на чем бы на Roberta люди экономили вот кратенько пробегись по материалам такие дома строят нас московская регионе либо из газоблока либо из керамического блока либо из кирпича у нас здесь выполнены из газоблока запроектированы все тщательно чему газоблок газоблок теплый материал кирпич он холодный материал то есть у нас еще здесь будет эти вот ребята каменные работы ведущая с облицовку у нас еще вишу теплитель идет то есть дом теплый будет газоблок это самый оптимальный материал для центральной россии в целом какие-то проблемы на сегодня с поставкой материала вот так вот человек захочет построить что-то может быть я не знаю в этом доме применяется при строительстве импортное что достать невозможно или возможно очень дорого такие моменты есть есть конечно на нас все повлияло говорят там санкции на нас не влияют на самом деле все повлия даже российский вот газоблок этот он это российское производство туда добавлять компоненты европейская химия всякой короче там специальные элементы его нету и завозят то есть такими задержками то есть и газоблок нам приходит тоже задержками то есть надо все заранее решать если я например планирую через месяц сделать газоблок стены то его заказываю заранее так же кирпич да я не знаю почему у нас только дерево дерево мы можем купить здесь и сейчас остальное все мы ждем хорошее дерево легко найти 90 процентов в москве дерево фигня полно то есть мы уже как строители мы уже знаем где брать что брать просто так на рынок заехать купить это грибок там еще что-то там не то качестве той толщины не той длины то есть вас по-русски говоря дурят по-русски так не это по-другому чуть говорят вот на сегодняшний день вот и можешь какой-то пример привести в целом то спустя год цены выросли остались на том же уровне где-то упали вот каком-то процентном соотношении цены выросли как на работы так и на материала по работам газоблок я пример приведу в том году мы покупали по 4 по 5 тысяч в этом году покупали по 10 тысяч сейчас он скатился до цены семь с половиной тысяч то есть это мы уже скатился вот такая цена уже выросла по рабочей силе тоже цены выросли у нас ребята как бы в москва все знаем работ ребят средней азии там иностранцы россиян мало сейчас россияны не хотят как бы на стройках особо работать они отправляют деньги в долларах доллар у нас воздух ушел и это и работу собой потянули то что значит что русские дешевле русские вам скажу они тоже не отстают они что иностранцы что русские скажут не отплать одинаковую цену а то и больше качество хуже в итоге иностранцы уехали остались про сцены задрали люди как бы но того что строить надо народ нужен как бы все задрали цены то что иностранцы русские задрали все и все нации то есть все строители забрали то то что мы все понимаем весь материал дорожает работа тоже дорожает не стоит на месте вот в том году ты говоришь участок покупал стан за 12 миллионов вот как ты думаешь вот год назад вот этот дом и всего того же самого сколько бы стоило построить час 20 миллионов а тогда бы ну а процентов 10-15 дешевле шаг то есть 18-18 короче 2 миллиона 3 полтора ну полтора тире 2 еще зависит все сейчас тренд пошел на строительство загородное понимаешь просто сейчас модно все съезжают квартир заезжают города в поселке в дома и на этот тренд пошел то есть и цена тоже повышает строителей по москве честно говоря нифига не хватает заказчиков больше чем строители это по факту конечно же цифры которые сегодня озвучиваются для многих людей покажутся недостижимыми ведь это нереально зарабатывать такие деньги вот я вам сейчас покажу один очень интересный факт но сперва как этот дом будет выглядеть на выходе какую рендеру этого дома посмотрите как вам это такое ощущение как будто какая-то сказка и самое что удивительное да в кавычках конечно удивительно что так и будет он будет точно такой же потому что это частный дом и человек платит за все то что он сам себе заказал это не рендеры от застройщиков когда обещаем одно на деле как получится так получится да мы называем цифры да сегодня с вами 20 миллионов за коробку 12 миллионов за участок далее олег расскажу сколько плюс-минус человек планирует вложить в отделку и мебель давайте посмотрим доски объявлений потому что нужно сравнить до для объективности я выставляю следующий фильтр квартиры до 151 квадратного метра и с ценой от 50 миллионов рублей вторичка новостройка неважно посмотрите какое обилие предложений посмотрите сколько людей условно с баблом которые живут вот вам живой пример дом который я сейчас прям из окна вижу вон этот дом в нем квартиры 105 метров за 55 миллионов рублей это уже можно сказать вторичка это уже обжитая квартиры люди продают за эти бабки можно себе такой домик отгрохать мама дорогая разные темы затрагиваем разные бюджеты затрагиваем совсем недавно на канале были дома за полтора миллиона рублей вот смотрим что так сказать качественный настоящий дом для себя и всей своей семьи продолжаем дом сделан прям так с размахом и очень комфортная планировка и место самое главное реально много вот здесь вот как бы 300 квадратов но ты их прям вот ощущаешь по полной программе смотрите человек принял решение частично стену доломать и тут у него будет полноценная кухня правильно залази дальше по правой стороне ты говоришь он сделает отдельно кухонная зона здесь комната здесь коммуникации бойлерная газовая все оборудование будет здесь стоять а здесь будет у нас сауна в доме то есть такая интересная тема в доме у нас два выхода один второй и третий еще час пока проектируется думаю стену мы выложили но заказчик пришел все сделали по проекту говорит олег давай снесем его нафиг и сделаем еще больше наш зал кухню не любит человек дверей любит свободное пространство любит воздух что красавчик человек однозначно потому что когда смотришь на этот дом и видишь сколько здесь реально света ну зацените сами это прям вау а ты говоришь здесь будет на потолке чуть стеклянный пост или как понять как они нет это все так и будет это открыто просто перилы будут слева да это просто леса сейчас деревян это чтоб строители ходили здесь будет просто 2 здесь вот камин стоять то есть вы понимаете все далее поднимаемся с вами на второй этаж лестницы просторно все из бетона ничего скрипеть не будет это уже не наш да получается двор но тоже друзья видите как вот ты живешь у тебя дом такой офигенный а у тебя по факту дом в дом то есть как новостройка бизнес-класс там пишут бизнес-класс подходишь к окну и вот он твой сосед здорово но благо это его это его родственник а то есть это родственник сзади тоже забор будет серьезный хочу родственники друг от друга все равно все равно как заборчик калиточка будет все такое понять свою пространственную зону надо иметь тоже так идем дальше и мы попадаем с вами на второй этаж которую открывается тоже вид но вот здесь можете посмотреть вид прям как вот ты в деревню приехал и самый главный плюс еще я вам так скажу что сейчас мы здесь передвигаемся шума нет никакого от машин вот реально бывает так то что ты в некоторые жека приходишь и бизнес-классы вроде как поставлен правильно там тишина в нем но чаще все равно этот гул от машин белый шум так называемый есть а тут ну ты реально как на природе и поэтому в этом плане неплохо так ну и собственно здесь нас дальше могут встречать только лишь комнаты второй этаж это спальне зоны возможно где-то какой-то предусмотрен там кабинет для работы комнаты 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 сами понимаете 300 квадратов дом тут одни комнаты а комнаты поскольку примерно ли площади по 20 по 25 где-то так вот это я понимаю 2025 и заметь окна в пол все в окна в пол а здесь тоже что-то на тип санузел чтобы тиканик да 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 санузел гардеробная все это вместе будет каждой комнате получается гардероб санузел не в каждой комнате короче тут будет три санузла здесь даже у нас есть комната у нас заказчик верующий человек который же комнат на линии для добудя комнату для молильнии короче все нормально то есть все по уму друзья отмечу что заказчик вьетнамец да а вьетнам для меня как эту дальняя дача я бы прям сейчас с удовольствием поехал бы вьетнам так ну вот такие виды вроде как снт вот у кого-то такой маленький домик вот вы например когда строили вот здесь тоже и да и все джета дачи здесь живет здесь живет бабушка но в будущем разговор идет что знаешь заказчика эту землю выкупает тоже то есть он строит его дом под расчет того что эта земля тоже его будет а с бабушкой разговаривали переговоры уже ведутся до бабушка уже как бы в возрасте она переезжать там кому-то к родителям хочет к родителям детям и там квартиру типа аля за ну что помогали правильно здесь дача она чистого не живет это она приходит по выходным здесь что-то делает и все так а так вижу заброшенные вы облискал что заброшен глядя там на некоторые дать смотреть как все сделано цветочки есть все полито картошечка весь мне кажется где-то он растет ну какая-то вот все от хозяина зависит да 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 видно что бабушка с руками дом реально светлый и тот же момент у такое большое окно имеет это во первых она денег стоит не хухры мухры конечно еще типа вот эта отдача стекло на все равно пропускает вот как это все сделано и сколько такой даже хотя бы одно стекление стоит но я вам скажу остекление этого всего дома будет стоить в районе трех миллионов рублей чистое остекление это окно ну 1250 бы стоит мы здесь заказчиком договорились что будет окна пвх не алюминий как бы есть алюминиевые окна то есть они x4 сразу не 3 миллиона 12 нормально то есть видите как у нас освещение идет то есть тут не надо лампочку зажигать ничего тут просто свет доме натуральный всегда будет вот с точки зрения управляющей компании расскажи вот который здесь занимается именно на охране стоит тут рассказывал такие истории что заезжаешь с материалом сопровождают тебе на в плане управляющей компании она здесь классно то есть я всегда советую про речь компании в поселках то есть чистота раз охрана ребенка выпускаешь сам видел охрана все бегает ездит если какое-то лишняя машина заезжает во первых они не пропустят но если вдруг там материал мне завозят заезжает выезжает они и сопровождают на своей машине охранник переписывает паспортные данные кто заехал что заехал через фоткой то есть ты никуда не денешься если вдруг что на школьник дети бегают но вообще не здесь кайфуют мне кажется то есть тут внимательно едешь скоро скоростной режим я как-то превысил здесь меня алё охрана горит и прораб ты давай тут не наглеет у дети бега то есть у них тут все раз у них камеры стоят и они смотрят да тут две улицы этот поселок 64 камеры стоит и то есть она видимо с датчиком то есть она видит разгоняется он сразу типа звонит уже ну прикольно вот его собственником общаешься он вообще в целом как бы что говорит все довольны вот управляйка работы или тоже там есть недовольный или как недовольные всегда есть и довольные всегда есть ну вроде бы пока он не с ним говорю ничего плохого то есть у меня вообще с контакт минимальный заказчиком если что вот я этот дом строил он полтора или два месяца не приезжал вообще то есть полная доверия поставил камеру видеонаблюдения она у меня даю ему доступ 24 на 7 открывать через мобильное приложение сможет что творится на объекте какой материал приводится все ему чеки все отдаю как бы и все то есть заказчик даже бывал сам раз 5 на с момента покупки участка такая день у нас все на удаленке делается получается вот такой хороший дом светлый просторный полностью под ключ новенький на участке где уже все готово ну как ты думаешь сколько ему обойдется миллионов 50 с учетом мебели до 20 дом 12 участок был в том году сейчас я говорю ты считаем его деньги сколько потратил отделочные работы минимум 10 минимум может быть да и можно вложиться но у тебя еще тут забор благоустройство это все деньги то есть забор тут монолитный будет от и ворот отъездные то есть тут двор изменится полностью парковочная зона два места под гараж гараж будет еще еще мы просто гараж не делаем нас нет нет к закончим это все будем начать начинать гараж забор того как и думаешь во сколько это все я думаю минимум короче 50-60 вот собственно вот вам пожалуйста сколько стоит реально дом хорошего качества назовем его альтернатива квартире бизнес-класса за 50-60 миллионов люди в москве покупают ну чё там ну трешку я подчеркиваю именно бизнес а здесь квадратных метров 100 квадратов а тут 300 свой участок но балашиха то есть тут уже каждый пусть решается давайте с вами кратенько еще обсудим тему дом и квартира казалось бы балашиха рядом кат выехал рукой подать вот уже в москве все езжай на работу а будучи в квартире в москве ты вышел и уже ты в городе да тебе ближе будет доехать до работы до любой точки встречи то есть проживая в этом доме без машины никак постоянно нужно на ней куда-то передвигаться а будучи в москве ты можешь заказать такси поехать ну казалось бы удобнее в большинстве с вами люди работают они гуляют шатают с утра до вечера там по магазинам ресторанам и прочее олег отмечает сам что многие заказчики то подобные дома сейчас строят они все уже давным-давно сядут на удаленке то есть это естественно собственники бизнеса это не наемные сотрудники которым каждый день нужно быть в офисе и все что нужно они себе делают отдельный кабинет тут я вам тайну конечно не открою вот компьютер телефон ручка заметки хороший интернет все для управленца для собственника любого сотрудника через зум вывел там на связь спросил узнал посмотрел кто чем занимается crm-системы видеокамеры 24 на 7 смотреть кто чем занимается в твоем бизнесе то есть управлять достаточно вот раз в неделю до возможно приехал там планерку устроил ну и так далее поэтому тут пишите ваше мнение в комментарии я знаю что многие не хотят свой дом потому что там нужно делать что там нужно работать стричь траву а вдруг что потекло а вот снег и так далее так далее так далее нету денег делаешь все сам есть деньги нанимаешь себе человека который следит за твоим домом все и больше тебе делать ничего не нужно значит в первом выпуске мы общались с олегом и там была зарисовочка про машину он ездил тогда на тойоте камри но у него была рабочая еще лошадка вот давайте сейчас обсудим автомобильную тему и потом поедем на второй участок который вас тоже удивит и самое главное вас там удивит человек чем он занимается и ты рассказывал интересную историю кратенько напомню и что было у тебя ранее его ранее вовсе рабочая лошадка старая машина сюда . было и спектра вот на которой ты приезжал к заказчикам и компр речь про дорогой дом они тебя смотрели серии ну какой же ты прораб и если приехал непонятно чем как тебе аванс там миллиона материала давать но и ситуация чуть изменилась комментарии писали разные мол все вы прорабы одинаково рыжие и так далее ну человек покажи людям как ситуация-то поменялось за год они же не правы олег конечно не правы хейтеры они на то и хейтеры чтобы балаболить и все надо работать работать работа работ рассказывай и моря ты два месяца назад приобрел x5 camry отъездила свое 120 тысяч километров я ее отдал взял x5 короче чтобы понимали у олега жирненькая комплектация трехлитровый дизель тачка идет с пневмой это получается м спорт про комплектации так она еще пригнано непосредственно из германии из германии здесь 265 да у тебя получается сил с каким-то пробегом покупаешь 55 55 тысяч в рублях сколько на тебя обошлась семь с половиной миллионов 7500 вот так вот 55 тысяч а доллар скаканул миллион полтора сверху сразу ох ребята не китаец а то повсюду одни китайцы а тут раз тебе и ними слушай ну давай по живому расскажи каково это было когда ты пересаживаешься камри у тебя ведь до камри больше ничего не было ну за имею так из вашим классом выше и ты садишься как говорится реально на машину нормально ты уже сколько нам накатал 20000 плюсом до строго месяца два месяца вот так вот прорабом 20000 по десяточки в месяц при этом я лего говоря я накатываю вместе примерно 1100 1200 в среднем по году первое впечатление от машины вообще интерьер управляемость как тебе никогда пера сел особенно пера скан на газу ли назвал я думаю то корабль летит в небо понимаешь камри два с половиной литра многие скажут а очень быстрая машина нет камри газ нажимаешь она орет только потом едет через три секунды этот не нажимаешь он подрывает просто все четыре колеса 3 литра дизель 265 лошадей на это все знать короче все понравилось машине расход какой у тебя на ней 8 и 5 литров а на камри был 12 вот так вот ну чё поехали на наш следующий объект сколько ты получается в день вообще за рулем проводишь часов 7 точно но я считаю из дома выезжают часов 9 утра я не ранее пташка такая но приезжаю поздно часов 10 в 11 вечера и вот пока все это обкатаешь а сколько у тебя вот например вот сейчас смотрите мы записываем момент сентября 2023 года сколько у тебя объектов сейчас столько настройки идет сейчас 6 объектов у меня и все они в разных местах само собой да вообще в разных местах московской области то есть мы сейчас при находимся в балашихе поедем мы в королев есть у тебя объект вступина это там 90 километров от мукада где еще серпухов серпух вообще тоже другой направо дедово одинцова то есть нормально и сейчас еще новые контракты заключая это какие-то дома я уже сдал два дома я вот сдал недавно только и прикол в том что видите все разбросано в разных местах и все это нужно есть контролировать отсюда людей будет возникать вопрос когда все это так разбросано как удается вести надзор прораба следить на строительстве у меня два помощника один помощник обитает на севере москвы другой на юге москвы это чтобы у них была доступность ну меньше пробег чем у меня было то бы я на топлива образовали разорился как говорится и все они контролируют так и они то есть мои помощники тире прорабы и на все ключевые вопросы езжу я на все ключевые узлы езжу я так что как то так они мне помогают и все то есть видеоотчеты у меня на объектах камеры стоят я могу зайти на камеру посмотреть 24 на 7 что творится на объекте как творится все поселки у нас почти все под охраной то есть не охрана если что алё алё если что-то у вас на участке случилось ну бывает такое что случается ну бывает там мы шумим соседи жалуются понимаете настройка в этом поселке например сейчас до трех шуметь нельзя там нельзя включать ничего и ну мы все равно идем на и вот эти ухищрения чуть-чуть где-то нарушая потому что настройка затянется у меня договор подписан строительство этого дома 140 дней я должен сдать закачку чисто 40 дней ну я в норму вхожу если я бы соблюдал все эти правила ну извините я бы не успел но все это ложится на меня заказчик даже об этом ничего не знает то есть все штрафы не ровно дать неприят все это я решаю заказчик просто приезжает со мной на участке шелаки пожарим пообщаемся все как бы на этом заканчивается разговор но вот смотри ты проводишь столько времени в дороге в дороге ты чем занимаешься радио слушаешь музыку я не знаю песни поешь или на телефоне висишь но я сейчас телефон на беззвучный режим поставил что чувствую поляшки он вибрирует у меня все время телефон поставщики заказчики строители мои прорабы только одних поставщиков найти на этот дом человек 40 и всем надо что-то привезти что-то деньги отправить еще чего там короче телефон наша работа друзья не все так просто как кажется заработать на хорошую машину на квартиру никто никому не мешает вставайте идите зарабатывать просто есть люди которые ничего делать не хотят и считают то что везде один круг сплошно разводлен другие работают договариваются и все довольны то что друзья 45 минут пути и мы перемещаемся уже на следующий объект королев участок в лесу участок 20 соток земли дом 400 квадратных метров где посмотреть вы просто реально приехали в лес то есть все как любят люди жить на природе на тебе это начинающий коттеджный поселок но название честно я даже вот дом строил уже построил учета про название даже еще не знаю тесно лучше ну пойдем сейчас осмотримся и сделаешь там по живому экскурсию объекта что строится на каком этапе и сколько это все дело здесь стоит короче только мы зашли первым делом конечно здесь костян который готовит обед друзья вот это интересно сегодняшнего сюжета будет чтобы поедим сейчас я устаю это у нас терраса 70 квадратных метров терраска только да вот как кровлю делают здесь наш заказчик заказчик будет чилить на расслабоне тут можно столики поставить можно мангалы поставить ну короче тут много чего сделать можно выходишь а выходишь из этих двух больших окон окна будут раздвижны такие вот это есть как бы ступеньки что ли будут здесь будет ступень когда будущем а террасу он предполагает себе летнюю зимнюю или какую-либо летние а типа лишь то летом да когда это вот кухня гостиной у нас то есть выходишь из этой кухни гостиной с чайком там своим да или там что-то приготовил и на террасу своим друзьям а кухня с гостиной сколько ни хрена себе друзья ну вот вы зацените вот это окошко блин и когда вы слышите ценник там 25 миллионов за дом но вы просто тоже смотрите на размахе 20 миллионов окошко это не дешево понятное дело но в целом как бы за эти деньги получаете реально жилье там бизнеса бы не побоялся слова этого класса потому что там сделано все реально под человека а ты вот заказчиками начался себя большая но много детей двое детей 3 как говорится в проекте воде и еще будут родители жить с ними тоже то есть такой большой семейный дом пойдем дальше рассказываю получает смотри вот мы из кухни тире зала выходим здесь у нас будет что-то типа пролет какой-то ну просто типа место вот у нас входная группа то есть мы входим дом через здесь у нас здесь монолитная лестница идет никакая деревянника это железо именно железом железобетонная и вот здесь вот кровля вот мне дизайнер скинул уже рендеры что здесь будет листеть люстра как в театрах мы уже видел такой с потолка и вниз такая большая и вот как-то высокие потолки замерила не просто 270 поскольку они тут по 4 метра по 4 метра потолка на всех наших проектах делаем такие большие окна чтобы был дневной свет это самое главное не делайте никогда маленькие окна у нас у заказчика будет свой кабинет давайте самого шикарного места мне кабинет нравится вот его будет кабинет здесь охеренен вот здесь виды вот здесь будет окно большое панорамное окно стоять и ты выходишь здесь сделаем благоустройство газоны барбекю баня будет стоять и у тебя вид на лес сейчас просто зелень все а там речка дальше зимой и видно отсюда то есть там дальше а вот да видно там дальше речка ничего себе слушай ну когда вот так тебе люди приезжают там потенциальные заказчики на объект мне кажется поиска года пройдешь даже больше впечатляет не туда что нам как кирпич положим больше впечатляет этот территориальность как у человека сделал бы прям сразу хочется тоже дом чтобы вот за городом было какое-то место свое вот вот такая кто этого не захочет скажите конечно ну да особенно как-то в шаговой доступности там до школ детских садов отвез всех да 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 вот парни смотрите сами размахи да лестница спускайся у тебя огромное окно у третьего этажа нет то есть два этажа да здесь этого и так достаточно то есть короче у каждого будет свой угол и стена то есть и надо туалет и ванна и все что хотите но вот это вот действительно знаешь жилье блин двухкомнатная квартира 57 квадратных метров гараж только между шаг перегородки это на два автомобиля место то есть короче смотреть как сделано да то есть машина заезжает одна вторая и дальше ты уже хватов уходит дальше то что такое будет чисто кладовка резина велосипеды еще всякая фигня выход на улицу вообще четко друзья о как люди живут коммуникации будут все продумано все по уму сделано заехал вышел пошел задний двор тоже твой ну и участочек еще видишь хорошо что большой поэтому обратите внимание возможно скажите пучок ли на момент съемки не могли выключить что это происходит это у нас сейчас утепляют кровлю нагнетатель его нельзя выключать а то засохнет поэтому рабочий процесс идет итак друзья мы с вами перемещаемся на задний двор назовем его backyard где мы с олегом попьем горячего чая ребята трудятся процесс идет и что называется настройки поговорим с прорабом о работе олег слушай вот последний раз мы с тобой снимали сюжет год назад в июне месяце комментарии были абсолютно разные если прораб то равно обманщик это еще мягко воду в то что ребята пишут в комментариях как говорится с красивым русским матом равно мошенник обманщик и так далее все что с этим связано но на деле людям нужны услуги прораба строителей и за год у тебя идет только лишь развитие увеличить раз 5 я честно скажу в том году мы строили ты приезжал к нам было у меня две бригады сейчас у меня 6 бригад 6 таких домов строится то есть в разной части москвы и еще заказы как бы идут ты решил отказаться от эконом сегмента что это такое захотите вы себе построить домик за там я не знаю 5 миллионов рублей это вы сами или в другую организацию правильно большими домами интерес заниматься в том плане что я сюда заезжаю и полгода я здесь строю полгода я ставлю строительный городок благоустройство туалеты тут ну у меня тут реально такой кемпинг можно сказать приходи же и все автономно вода электричество все есть раз завез полгода это стоит больших денег когда ты на маленький дом захочет и то же самое заводишь люди должны где-то жить люди должны кто-то там что-то ходить то есть то же самое но здесь выхлоп большой объем большой чем дом 80 квадратных метров 400 квадратных метров это пять домов маленьких я буду строить разные локации москвы экономлю на топливе экономлю на своем времени и этот получается у нас дом комфорт класса общение с заказчиками комфорт класса и эконом сегмент это совсем разные люди эконом сегмент когда я говорю мне нужен аванс мне нужны деньги на строительство они очень долго думают очень как-то переживает за свои деньги мы понятно что мы все переживаем свои деньги а когда заходишь в комфорт класс люди тебе доверяют и вот при помощи этого доверия у меня как бы и пошло это развитие там из двух бригад еще 6 бригад то есть все дома плюс-минус такие же то есть маленькие дома мы уже до 150 квадратов я уже не беру просто мне просто интересно большие делать я вот параллельно буду давать комментарии с олегом и в принципе давно уже общаемся слушай но я правильно понимаю что с эконом сегментом сложно общаться ты рассказывал что там могут и там получается смотри как человек здесь бизнесмена на других домах бизнесмен он занимается своим бизнесом 24 на 7 как зачастую как и мы как и я бизнесмен допустим у меня такая же тема я просто 24 на 7 на телефоне на связи все и им никогда тратить свое время у них время дороже чем этот дом все если они придут сюда строили дом они и так не знают как его строить и еще и как бы пир расстроит а первый блин всегда комом понимаешь первый дом кто строит люди сами всегда его продают через два-три года трещина там трещина тут фундамент кровля и там пошло и потом за три копейки отдают каким-то риэлтором эти там подмажут подкрашут и опять вторую жизнь дают представьте вы генеральный директор вы несете ответственность за всю компанию ее сотрудников и у вас нет права на ошибку вам приходится контролировать руководителей на контроль сотрудников у вас уже не остается времени а многим и представлять не приходится бизнес телефонию создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса онлайн мониторинг которым вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников которые помогут повысить вашу прибыль от отслеживания источников рекламы до записи разговоров юис разработала комплексный метод подхода коммуникации по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере вы получите более сотни доступных метрик настройка виджетов которые помогут настроить рабочие процессы а благодаря мощнейшей технической поддержки платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу яндекс а подключение настройка занимает не более трех часов полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень получите личную консультацию со специалистом юис где он ответит на все ваши вопросы по ссылочке в описании или по qr-коду который прямо сейчас увидите на экране и по ним же вы можете получить бонус в виде тысячи рублей на счет для того чтобы потестировать платформу юис ждет вас в описании у тебя же строительное образование ну вот ты как считаешь на сегодняшний день нужно ли специализированное строительное образование то что ты получал тоже уже давно постоянно все меняется технологии строительства тоже в целом так то меняются подходы разные появляются это материалы из серии достаточно только его и он все выдержит твое мнение я пять лет в университете просидел честно говоря когда я вышел с университета устроился мастером на объект первым делом что мне сказал мой начальник участка старший прораб забудь тому чему тебя учили университете понимаешь такая тема и я начал учиться заново университете учат что делать сидеть и писать конспекты практика 2 2 3 недели в году что ты можешь за эту неделю обучиться мое мнение лучше присоединяться каким-то компаниям каким-то прорабам брать у них совет в живую то есть человек который находится на объекте и видит практику своими руками своими глазами он впитывает десятки раз это быстрее чем писать какие-то конспекты университет базу дал базу дал ну не знаю процентов 5 не больше и вот многие сейчас будут говорить что не так но я говорю наше современное образование никчемное вообще но в плане вот что я заканчиваю заканчиваем университет пгс промышленное гражданское строительство и в итоге всему что я сейчас сделаю я учился сам учился на в компании который я работал до этого пока сам не образовал свою компанию то есть совет начинающим идти учиться к тем кто уже это строит не к преподавателям преподаватели университетах они никогда не были на не работали на этих стройках они видели все на бумаге мы действующие строители делаем это каждый день и мы можем студента обучить там пять лет здесь полгода я думаю уже будет специалист 400 квадратов какая у него цена будет под ключ у него вот коробка окна двери все вот эта тема без заделки 25 миллионов 25 это ты берешь человека и в рамках какого периода ты должен построить 4 месяца 4 месяца вот сейчас человек скажет типа олег но это все разводняк полный все это можно построить за 15 миллионов рублей вот скажи нам реальную себестоимость дома работы может это разбить но я вам понимание какой доход скажу честно сколько я зарабатываю со всех своих проектов если я закладываю дом не не зависит стоимость его там 15 миллионов 20 25 я должен заработать 15 процентов с этого объекта 15 процентов дальше идут мои бригады бригады мои тоже зарабатывают остальную там процентов 50 60 от работ остальное материал стоит вопрос она искать нифига все цены до специалистов на рынке москвы не знаю как россии нету вот ну просто ну есть конечно единичный просто заказчики ко мне приходят мы два года искали строителей мы три года искали строителей то есть мы строим дорого я так скажу честно признаюсь там пусть говорят как хотят я строю дорого это вот как есть машина автоваз есть mercedes понимаете вот едешь на автовазе тоже едешь на москве тоже есть но вопрос как ты есть также мы строим у нас и качество такое заказчик у меня не включается ни в один процесс то есть он только на согласование приезжает все остальное привожу материал увожу все бытовые условия какие-то штрафы какие-то знаешь полиция приехала пожарники приехал заказчик это не волнует решаю все я то есть он обратился ко мне построить дом на деньги все его ни одна проблем не волнует а когда вы обращаетесь к эконом сегменту вы заводите коммуникации сами то есть сами мучаетесь вы не знаете куда обращаться у меня уже это все налажено поставщики все налажено то есть и за это я беру деньги то есть да дорого но качественно ребят все в открытую все по-честному просто иногда меня бывает удивляет тоже комментарии когда люди пишут из серии фу да это все разводняк типа мол даже доходность большая но при этом смотрите видите как деньги идут деньгам ты хорошо зарабатываешь и к тебе приходят люди которые хорошо зарабатывают но явно собственник от этого дома который готов за все платить тоже человек не бедный он трудится зарабатывать приезжаем на один объект заказчики со мной тоже долго общались приезжаем на объект я подрядчик потенциальный и другой подрядчик потенциальный я озвучиваю цену сложил уже все подробно что как куда сколько бригад зарабатывать сколько материал сколько я то есть все уже сложил в голове цифра есть они у меня спрашивают олег за сколько этот дом построишь я говорю 14 миллионов они такие хорошо другие рядом стоят ребята мы построим за 6 миллионов то есть понимаете но больше чем в половину как бы рубят я только смотрю да тут даже процент материал не весь закупишь за эти деньги это считая раб рабочим на заплатить себе что-то оставить такая тема потом мне звонок через три месяца олег привет как дела все такое давай начинать за там с тобой за 14 я говорю ну это было в том году материал уже в мае вырос уже цена совсем другая мы уже за совсем другую цену строили и потом по ходу дела они мне признались горькую правду тем ребятам они дали 700 тысяч аванс 700 тысяч а просили они 2 миллиона да изначально просили 2 миллиона просто заказчик уже как бы ну ребят найти вам 700 а потом я вам привезу на что телефон отключился моментально все на следующий день алё алё телефон не алё и они мне пришли говорит представляете мы 2 миллиона дали я говорю ну есть такая поговорка и бесплатный сыр мышеловки это мне кажется всю жизнь будет действовать и и люди понятно что 6 миллионов вкуснее цена чем 14 но мы все смотрим в глаза друг другу дом 200 квадратов монолитная плита все основательно хотят дом каменный хотят не какой-то деревянный каркас не то а именно каменный монолитная в проекте читаю я говорю 6 миллионов здесь ребят вот эту вот всю информацию просто наматывайте себе на ус мы это снимаем рассказываем там не для какого-то красного словца придумываем историю чтобы условно типа туда не ходи ты сюда ходи я вам больше скажу что по опыту по практике что я слушаю других людей хрен ты ничего сделаешь вот ему полицейский позвонит этому человеку он скажет да да деньги брал все брал ничего не отказываюсь все сделаю просто мы дальше деньги дали на материал а там что-то не срослось начнется вот эта вот история и как бы это не уголовка это гражданское процессуальное отношение идите разбирайтесь суд все очень часто так людей дурят с мебелью вот я мы ехали с тобой общались я рассказывал когда заказывают и ничего не происходит и когда ты звонишь никто ничего не отказывается но денег вернуть не можем потому что денег нет они в обороте бегай прыгай вот с этим заказчиком он у тебя выходит вы приезжай ты приезжаешь сюда здесь лес с чего вы начинали конкретно здесь геодезию там вода не вода коммуникация расскажи про это первым делом приезжаю я геодезист геология мы отбиваем участок лишь у нас нет ни забора здесь ничего тупо лес нам надо понять где участок заказчика чтобы вдруг не там дом построишь ноги достают рулетки там все такие умные но ребят сейчас есть топа съемка 21 век ребята через космос пришли это понятно все денег стоит но ты знаешь до миллиметра свои границы до миллиметра повторяюсь все приезжают геологи бурят землю берут она ли она ли пробуя грунта чтобы в будущем рассчитать какой здесь будет фундамент фундамент бывают ленточные плиты свой народ короче их тысячи вариантов мы здесь посчитали под плиту все здесь был лес пока ребята там занимается этой темы мои ребята заскакивают и вырубают лес мы здесь вырубили 70 чем-то деревьев но это все опять же разрешение нужно брать нашла и сейчас люди посмотрим скажут хрена себе конечно брали все-то форусные вековые порубочный билет на все деревья все ценные деревья считаются там береза дуб сосна это как бы ценные основе кустарники их может так вырубать все это зачищается потом приезжают ребята бурят скважину под воду здесь ничего нету делают водоснабжение нам потому что стройка без воды она не стройка нету короче электрификацию также подтягивали потом я завожу бытовые городки свои вагоны туалеты душевые чтобы ребята здесь комфортно жили строили то есть знаете как вот на всех моих объектах почти на всех живут ребята на объекте я ставлю вагоны вагонах кровати все по отапливаем все четко ребят утром рано начинает вечером поздно заканчивать все дождик пошел топ спрятались из-за этого у нас видите дом 400 квадрат в люди строят такие дома я не знаю там не знают ему 4 месяца в доме мы на его начали домой мы в первых числах моего начали сейчас получается даут когда вы его сдаете где думать полтора месяца уже все как бы двери все закрыто на да и потом мы начинаем в нем же отделочную работу сейчас дизайн проект делают и как бы такая тема но здесь я нажму паузу потому что повторяться ну не вижу смысла как я сказал самом начале с олегом год назад мы снимали выпуск ссылку на него оставлю в описании там он рассказывал много деталей которые актуальны и сегодня также я говорил что он ведет свой youtube канал всем кому тема вообще в целом стройке интересного может зайти посмотреть на что там как раз он в деталях уже раскрывает то или иное направление посмотрите ну и в том числе телега подпишитесь посмотрите это подчеркиваю полезная информация для тех кто думает о строительстве кто хочет изучить посмотреть это происходит изнутри надо вам пожалуйста в том числе можете с ним напрямую связаться поговорить о чем-то возможно поспорить контакты у него в принципе в открытом доступе и вот чтобы не повторяться по этим направлениям мы идем дальше но скоро нас уже ждет логическое завершение сколько участок здесь 18 соток цена покупки 18 миллионов два года назад то есть миллион за сотку дальше вот смотри отделочные работы как думаешь вообще под ключ из того что человек хочет сколько ему обойдет этот дом с обустройством участка но я думаю этот битов под 70 60 его заборами то есть он барбекю хочет благоустройство территориями 18 соток огородить надо еще и тут будет хороший шикарный забор еще можно еще один дом построить это ты будешь состроена обращение в одно и окошко называют процессе строительства необходимо принимать пищу ведь пища это энергия костян здорово чё там у нас сегодня пловчик друзья но вы посмотрите вы бы просто знали какой сейчас стоит аромат это просто мама дорогая мы когда приехали из машины вышли вот он только начинает мясо обжаривать лук здесь просто весь лес это просто ух олег поесть ты любишь а по мне не видно конечно люблю милое дело особенно когда вкусно приготовленная пища мы в лесу находимся дремучий лес июнь июль ели землянику сейчас дождик пройдет лисичек набрал ведерочка такое небольшое так что поработал стресса получил пошел стресс выпустил все то есть вот чем работа моя хороша быть программа то что я работаю на свежем воздухе и здесь устал там отдохну все далеко хай не надо ну что друзья наконец-то самый приятный момент это обед потому что костян сделал такой запах что мама дорогая просто посмотрите вот я вам показываю у нас плов на баранине что друзья начнем с риса это просто я думаю все те кто сейчас смотрят голодные о фоконтен за священка мясо просто тает в артину ты уже вообще специалист тебе уже надо не в прорабах тут работать со строителем а это шеф-повар в ресторане ты давай там не отговариваю кто будет помогать но самое вкусное в плове это жирные куски мяса до мяса ребята вообще просто хорошо там приготовилась она все он тает во рту вы понимаете олег сапожник без сапог слышал про такое вот ты дома строишь людям большие маленькие сам в детстве ты получается жил в деревне правильно в доме а сейчас у тебя квартира ну а что ты не покупаешь на точнее не покупаешь они строишь все дом на следующий год буду ну знаешь честно я заебываюсь я вот здесь заебываюсь над тематом снимать конечно это потому что здесь весь день устаешь квартиру приехал ноги как говорится кинул уснул все такое дальше утром опять поехал на следующий год у меня есть планах тоже домик строится тоже большой домик там районе 300 квадратов как минимум будет делаться но я еще не нашел тот участок сладкий который мне понравился я вот по москве много строя много катаюсь но еще я не увидел тот участок и не влюбился я надеюсь удалось передать вот эту атмосферу через камеру чувствуете вот уютно как-то нету тревоги более того вы думаете этот плов был приготовлен для меня или для олега или для костяна костяна это второй получается прораб это брат олегу он ему помогает конкретно на этом объекте этот плов был приготовлен для всех и ребята которые непосредственно принимают участие на стройке в дальнейшем подходят все накладывают сидят то есть сидят за одним столом общем ну и конечно же многим из вас наверняка хочется узнать это чем же таким нужно заниматься чтобы иметь возможность строить себе такие дома первый владелец дома на первом объекте занимается скажем так международной торговлей он сам по себе вьетнамец проживает в россии торговля второй человек владелец этого дома ну здесь хоть стоя хоть падай я просто уже вижу что вы офигеете он владелец сети шаурмичных да друзья этот дом построен на шарме вполне возможно он занимается чем-то еще но мне лично это уже дело десятое занимается бизнесом как вот мне ответили где работает человек так я вам и озвучил правда это не правда тут уже вы пишите ваше мнение в комментарии в любом случае я надеюсь что этот ролик был информативен интересен полезен для кого-то вполне возможно он будет и мотивационный мне же более добавить по существу нечего именно поэтому я вам знаю что все полезные ссылочки ждут вас в описании в том числе в первом закрепленном комментарии вас ждет ссылочка на telegram канала подписывайтесь ведь отписаться вы всегда успеете ставьте лайки ставьте дизлайки ваше мнение обязательно в комментарии подписывайтесь на сам канал до новых встреч всем пока пока